всем привет я только проснулась время уже 12 час на сегодня суббота и решила позволить себе немножко подольше подпаспать подрыхнуть пришла своим свет включить вот видите плавают посадила я вчера растюхи которые они выдрали вон туда но пока ковырялась растянием скинула в итоге свои тилансе воду задела а и так их оставила плавать уже какой день 3 или 4 не у меня здесь тусуются в аквариуме бедный набив и все никак на полку не снести вот такой я цветовод горе сейчас я их немножко подсушу и надо сегодня как-то собраться с духом и унести их отсюда вот так рыбасики вот так вот если смотреть в аквариум они все приплывают высовывают свои морды из воды и начинают еще водить это картами шевелят как будто разговаривают но они почему-то боятся телефона вот когда я с телефоном так смотрю они почему-то не подплывают и кстати вот у меня стало прямо взвешенных пузырьков очень много вот от этого может быть все таки с слишком поток сильный кислорода не знаю ой это еще что такое выпало улитка так мне скалярий нравится такие прямо не умные какие-то такие вот они могут в воздух в этом зависать как-то на одном месте такие прикольные рыбки а барбуса летают назад по аквариуму шебутные рыбы и вот такие скалярии их как-то уравновешивают а то у меня тут постоянно движуха у нас сегодня опять солнышко питер прям радует погодой я очень благодарна погоде в этом году весенний просто вот обалденно столько солнца у нас никогда не было и лето в прошлое было очень жарко и много солнца прям как на юге и в этом году весна хорошая будем надеяться что и апрель и май будет такие прям удачный все время подхожу к окно все время вот мне так нравится вот этот вот фикус это фикус триангулярис как она от крем вот такой прям приятного такого цвета он вроде не желтки ты не салатовый и вот какой-то такой хороший смотрите какой у меня есть и второй сорт триангулярис white margin называется вот он он не менее красивый не менее но немножко не такой как коконат по тоже но он какой-то как поярче что ли за счет вот и его таких более темных пятен помидоры опять помидоры так и висят сынок у меня сегодня у бабушки начать вчера мы его свезли вот сегодня уже придет и смотрите хочу вам показать розу которую обрезали буквально как позавчера посмотрите уже пипка лезет вот такая вот она быстрая надеюсь что сильно не обрастет к моменту высадки и в грунт я подумаю может быть мне вот сюда в этот грунт ей чего-нибудь посеять какие-нибудь семена для улицы может тот же колелос попробовать бросить не знаю а еще вот этот я хочу высадить тоже потому что вот смотрите опять лысе и тут что-то сверху я не знаю он крыш постоянно скидывает листья не растет все-таки это уличный цветок пересклит пересклит он уже у меня наверно второй год такой был маленьким черенком но тут потихонечку растет но вот так вот растет нарастет отвалится нарастет отвалится сейчас вот вообще какая-то жилыга тут так что вот эти два претендента будут высажены на колумбу летом еще одно у меня тут есть покупала ее в прошлом году вот такой вот маленькой так она такая маленькая и есть это мурая она периодически набирает бутоны зацветает один-два цветочка на ней и все отвалится даже они почти не раскрываются отвалятся и и дальше как-то какой-то неудачный череночек попался мне тоже вот не знаю продолжать не растить или нет из вчерашней копилки моей пакетика с пакетиками оставила только вот это фитоловин буду обрабатывать бегонию которая у меня сейчас заболела в пятнышках каких-то даже две бегонии есть еще одна сейчас заметила что отваливается с нее листья видимо какая-то наверное бактериальная инфекция потом вот этот махровую вот эту календулу и агератом еще досею не знаю вырастут не вырастут ну просто попробую не вырастут ну значит не вырастут а вырастут значит посажу в клумбу пускай радует летом сейчас буду заворачивать вот это вот лаказию деточку а на улице уже тепло девушка ко мне приезжает на машине поэтому заверну просто в такой вот импровизированный утеплитель чтобы до машины донести там уже плюсовая температура вот такую деточку у меня забирает хорошенькую это алаказия амазоника от моей такая у неё даже луковки созрели сначала я ее хотела себе зажать но потом уже чувствую что мне все равно ставить некуда так что пристроила в хорошие руки хорошенькая деточка такая сейчас замотаю уже девушка едет как вот так получалось сверху сейчас прикрыть думаю что этого достаточно донести до машины я вчера за своими хуями ездила мне девушка просто в салфановом пакетике два стаканчика вынесла и все хотя на улице мороз так что люди вообще не парятся одна я тут переживаю как как то донесет чтобы я решила сэкономить место у меня вот получается вот в этой миске из 12 семечек зашло только шесть вот из этой половины была только одна вот я ее сюда пересадила потому что здесь это уже было пусто и освободил вот эту половину контейнера и посажу сейчас сюда вот эту вот календула махровую у меня нет много вместо под эти вот все мисочки и вот просто с этой половины уже буду знать что у меня календула но я не думаю что она взойдет завтра и здесь уже закраситься все зеленые поэтому спокойно можно отличить плюс я сюда бумажку засуну что здесь она чуть-чуть сняла верхнего слоя грунта вот так выглядит семена календула как какие-то гусенички такие распределю сейчас их здесь и просто присыплю сверху землей он уже у меня влажный я вчера их поливала вот и буду ждать всходов надеюсь хоть что-то прорастет агерат он придется сеять в отдельную миску думала что смогу с ним провернуть такой же фокус как из календулой но не тут-то было в остальных моих посадках уже места нет там схожестью семян получше поэтому вот этот агерат он смесь окрасок я посею в отдельный контейнер наполнила вот так вот его грунтом сейчас распределюсь семечки потому что они очень мелкие прям очень мелкие и сверху присыплю тонким тонким слоем грунта и полью аккуратненько из пульверизатора ну на прогулке немножко сегодня припозднились вот видите собака моя хоть жрет снег и получше час за это же по жопе до ждали когда девочка приедет нам зала козе вот она немножко попозже чем обещала подъехала погуляем и пойдем к нам еще должна приехать одна девочка будем с ней меняться дисхидиями я ему мулярию свою кругленькую она мне привезет черенок на мулярии варе и гадный вот такой у нас обмен дисхидии не получится очень люблю меняться растениями не продавать а именно меняться потому что все равно все что на продать ой господи утонула в сугробе все что на продаешь все равно ты на эти денежки что-то новое себе купишь ну получается тоже как бы обмен такой но уже немножко по-другому когда растение на растение это намного приятней кто-то на нас гавкнул из кустов уже пришли домой девушка уже позвонила что она подъезжает вот такая вот у меня дисхидия на мулярия красивая такие у нее видите какие листочки монетками она цветет даже только сейчас вот цветочки смотрите такие малюсенькие срежу сейчас веточку запакую вот а девушка мне привезет на обмен практически такая же тоже на мулярия но у нее такая варигат на сизая по краю я вам покажу когда мы с ней поменяемся вот хорошенькое растение люблю дисхидии и вообще люблю растение вот такими вот листочками с маленькими кругленькие момент произошел вот такая красивая но мулярия теперь у меня есть с варигатной полосой по краю видите чем они отличаются она немножко потемней и каким таким как бы сизым налетом и у нее по краю есть а такая вот белая кайма вот череночек правда совсем крошечный но я надеюсь что в этот раз он у меня не погибнет потому что прошлый у меня такой же погиб видимо она более прихотлива что ли вот но у нее видите в каждом междоузле есть еще корешки думаю что может быть ее вот так вот прижать чтобы она укоренялась ну ура ура я очень рада теперь у меня есть еще такая на заднем плане зевс чешется слышите завякает как в колокол достала свою тепличку с мхом с фагмумом вот так вот я его сохраняю в обычном контейнере плотно закрытой крышкой вот видите тут конденсат скапливается но он уже видавший вид и можно так сказать уже считать с прошлого лета вот видите совсем но как бы пользоваться можно но он уже не такой зеленый как раньше был и даже непонятно жив он или нет вот и как бы чтобы место рациональное использовать я сюда еще ставлю всякие разные стаканчики с укореняшками здесь же вот у меня блоки сейчас лежат тоже с укореняшками можем так сказать вот такой вот орхидею я посадила на блок так вот зафиксировала на блоке резинками обычными для денег чтобы не падала лески у меня не было я думаю почему бы резинками не зафиксировать хочу потом шкаф повесить своего киевский и вот хочу показать вам дисхедия херсута которую мне девочка привозила черенком вот так вот я это уже посадила на блок ведь какая напрям вся была доходя жена а сейчас вот достала смотрю она вроде как пошла ведь вот так что я на нее зря в принципе то наговаривала но она у меня какая-то немножко не такая она более кругленькая а то что мне подарила девочка череночек он они какие-то более крупные и немножко другой формы я знаю что херсута по моему бывает двух видов и надеюсь что у меня теперь две разные здесь видите тоже бегошки от листа растут кусочки листиков будут были укоренены и вот так вот и сообщаете какой-то обглодочек остался но смотрю вот деточка вылезает потихонечку я все время забываю как называется это бегония не такое очень длинное название вот она вот и еще вот у меня от нее деточка растет тоже с кусочка листа она уже стала высокая поэтому мне ее пришлось достать с теплички но она уже так хорошо пошла в рост надо ее пересадить уже отделить от листа и как самостоятельное растение посадить в кадр попали мои новинки за которыми я вчера ездила вот такой вот лист смотрите какая красавица это вот так вот называется хоя светлана вот ее номер это гибрид смесь 2 хой но я мне их не выговорить название я в кое вообще не очень я как бы не особо хое вот так сказать так у меня хуй конечно есть но в разумных пределах и заодно я еще вот такую вот взяла красавица смотрите какой у нее лист прям обалденный называется она вот так собак и вот ее номер и пока не знаю пересадить или не пересадить или еще подержать в этих стаканчиках но хотя вот корешков уже много может быть я перевалю в чуть больше стаканчики просто по размеру потому что как-то страшновато хозяйка этих вот которых я покупала она сказала что растит их вообще в сирамисе в каком-то новом сирамисе который сейчас для суккулентов есть вот я хочу его посмотреть и что он из себя представляет и может быть попробовать купить и посадить в такой сирамис ну красавица правда светлана вообще обалденные мне очень нравится я очень довольна что у меня теперь есть такая холи да еще и моя тезка и покажу вам новый листик смотрите как он красивый распустился на алаказе туманность это алаказе не было или не было не было не было не знаю как она правильно каким ударением ее произносить переводится как туманность вот купила я ее с одним листочком с двумя вру вот этот вот этот и вот уже вот этот вот это домашние нормально прижилась потихонечку растет я показывал вот это вот у меня тоже была новинка это антуриум silver blush вот такой покупала я его тоже на нем было буквально пару листов маленьких совсем вот этот наверное он тот и вот уже он прямо домашние каждый лист все больше и больше смотрите какой красавчик а раньше она у меня стоял в тепличке сейчас я его уже ввела из теплички пересадила вот такой вот грунт который я все время сажаю все ароидные антуриумы в основном нормально прижился потихонечку тоже растет и в такой же грунт пересадила вот этот филодендрон белая принцесса вот видите тоже вроде бы все хорошо потихонечку принесла свой папоротник крокодил полить сейчас смотрю что не бываешь в этих посветлели думать такое достала его он у меня шкафу макеевского стоит а мне весь грунт у него пересох уже его поливая очень редко хорошо вот так вот проливаю в душе и там он у меня так довольно таки долго может стоять без полива и вообще папоротники очень любит полив вот именно вот такой в душе в дотвое обмыть хорошо и очень хорошо пролить именно грунт когда они довольно-таки нормально растают хорошо растут и до следующего раза уберем а в шкаф не выбираю потому что не хватает ему видимо воздуха влажности воздуха подсушил этот краешка шкафу когда влажность нормально так давайте уже более-менее нормально наращивать хорошо хорошо проливаю пока снизу вода не пойдет потом все сливаю и до следующего раза заодно решила протереть здесь вот у меня стоит папоротник здесь бегоне вот это видите сразу сколько грязи вроде здесь никто не ходит ничего не делает все равно усыпется растение листики цветочки сбегу не сыпется и проливается может быть водичка в общем все равно какая-то это грязь как появляется вот так вот у меня здесь бегоне стоит по-моему она называется ретрубин что ли вот из-за этой вот центральной штучки похожие как на камушек видите здесь же стоит крокодил вот так сейчас мы их разместим чтобы они друг дружку не загораживали же у меня стоят вот эти вот коллодиума которые по идее бы надо пересадить вот эти тоже не уже проснулись потихоньку это вот сорт наверное наверное сорт потому что мне какой-то коллодиум уснул и я вроде бы в какой-то горшок подсадила просто луковицу и вот не знаю какая из них проснулась надо пересаживать и смогу коллодиума такие большие растения высокие когда убрала себе не знаю о чем думала но красивые есть красивые такие у них и еще вспомнила что нужно попрыскать орхидею которая у меня зацветает я вам вчера показывала видите вот цветоносик у нее вот такая у меня есть при сколько маленькая не по-моему в икее покупала не помню уже и заодно решил еще всех тут стоящих побаловать немножко и важно поднимется здесь красота правда так это легко не нравится это бегония милана булата смотрите какая красивая а это бегония бунта и она вообще огромная просто во весь шкаф выросла такая была маленькая маленькая и цветы у нее такие появляются красивые смотрите вот и вот этой бегонии мне очень цветочки нравится такие яркие хочу вам еще один папоротник показать смотрите какой он красивый с голубым отливом во и жесткие как будто из пластика очень много спор на нем зряет всегда умеете на обратной стороне листиков это споры называется это папоротник микросором тайлантипом такой красавица мне растет тоже стоит шкафу покажу вам бирочку вот так вот он называется покупал я его летом прошлого года такие такой он был маленький доходяжный потихонечку обрастаем и с ним тот в уголку стоит у меня очень красивый прям красавица и решила немножко тут попересаживать быстренько нуждается уже в посадке вот это вот пепперомия пикси эти уже какие корешки нарастила хочу ее быстренько посадить пока в стаканчик когда уже ком освоит она земли ее перевалю уже в горшок грунт у меня мой как обычно так просто вставлю вот этот листик я уберу чтобы не мешал заваливать вот ведь она раздвоенная уже такая уже пышненько смотрится аккуратненько чтобы корешки не надо еще хочу пересадить уже из этого стаканчика в стаканчик побольше вот эту главную я правда не знаю что это за сорт мне ее подарили уже сколько корешков наросло хочу перевалить просто в горшочек побольше так как а какой горшочек наверное пивной может быть или вот этот взять из-под орхидеи даже не знаю сейчас наверное все таки пивной возьму побольше так вот такой пол ветров заодно я чуть-чуть заглублю вот этого места отсюда скорее всего тоже корешки пойдут я получилась красота потом вот эту бегуню которая вам показывала хочу отделить от листа и посадить уже ее как самостоятельное растение наверное даже в этот же горшочек сейчас посмотрим что там как и корневой вот уже видите сколько корешков тут вот листик такая борода корней листа а это уже получается ведь какая деточка такая я ее вот по это место сейчас заглублю будем использовать вот такой стакан вот так посажу и немножко на дно и так присыплем просто грунтом так получилось теперь буду ждать пока корневая оплетет этот стаканчик и детка будет готова к продаже и вот это вот еще традисканцию видите какой у нее интересный окрас листьев это на моей так а веточка выросла я ее решила укоренить тут она уже оплела ком надо ее просто пересадить коршочек побольше тоже стаканчик посажу традисканцы не боятся пересадок поэтому и можно спокойно корешки корневой зачистить вот чтобы было удобнее посадить так я сейчас чуть-чуть под заглублю подвалю грунтом со всех сторон и вот так и вот она с тех междоузли которые немножко закопаются тоже корни пустят и растение будет только крепче вот видите тут немножко междоузли некоторые закопались в грунт у них там тоже полу полезут корешки вот и растение будет крепче эту веточку сейчас я увижу что она уже пошла в рост эту веточку я и отрежу вот эту и она будет ветвиться интересно будет такой окрас если он будет сохраняться судя по тому как она растет будет сохраняться так вот здесь вот она у меня почему-то слиплась до стекла вот такой как бы порвался лист ну ничего страшного потом исправится все вот так вот немножко мы с вами тут попересаживали потом еще что-нибудь я наберу для пересадок и будем уже переваливать завтра так потихонечку потихонечку много растений пересадим потому что пересаживать есть что а временно это не хватает поэтому я по чуть-чуть буду каждый день что-то перевода все на этом хочу закончить сегодняшнее видео много мы сегодня с вами сделали и погуляли и цветами поменялись и по пересаживали и во флорариуме поковырялись в моем шкафчике и по опрыскивали и что-то полили и полочки протерли в общем много-много всего переделали завтра начинается новый день начинается новые будни цветовода завтра что-нибудь еще поделаем еще что-нибудь по пересаживаем что-нибудь еще вам интересное покажу и расскажу так что увидимся завтра всем пока пока